Доброе утро! Мы сейчас направляемся на озеро Гарда, а именно в город Малсейсина, и хотим сегодня подняться на гору Монте-Балда. У нее высота практически 2300 метров, 200 с чем-то. Сейчас мы на нашем новом ЖД вокзале, который у нас здесь отреставрировали в нашем городе. Это вокзал, это первый и второй путь, но там еще строятся и третий, и четвертый. Мой компаньон. Самотельник. Компаньон. А это вход в вокзал. И люди, кстати, у нас поезд на 5.45, людей в принципе достаточно. Потому что у многих, ну это не много людей, да, но у многих рабочий день начинается с 7 утра. Вот, у многих все-таки едут на работу. Такие декорации, все разрисовано. Мы сейчас приехали в Песхьеру-дель-Гарда. Этот город находится на озере Гарда, естественно. Вот. И отсюда мы хотим сейчас направиться в город Малчезине, где непосредственно находится эта гора Монте-Балда. Мы взяли поезд с центрального вокзала Милана, и мы доехали до этой остановки Песхьера-дель-Гарда. Значит, по времени вы будете ехать всего лишь полтора часа. Вот, всего лишь полтора часа. И сейчас нам нужно купить билетик на автобус, возможно, даже на сам фуникулер, на подвесную канатную дорогу. Сейчас будем узнавать. Нам сказали, что нам нужен здесь какой-то бар Соло. Вот, и здесь мы можем купить билет. А вот он, этот бар Соло. Вот. И нам сказали, что нам нужно пройтись чуть дальше. Табакири, вон, Т в Италии. Табакири, они обозначаются буквой Т. Здесь вы можете купить билетики всякие разные. Вот туда вот мы сейчас пойдем. Там будет останавливаться автобус. Едет он примерно час. Ну, и за час мы уже будем в городе Малчезене. Вы сейчас видели, сели в автобус, группа туристическая. И эта туристическая группа, она вся состоит из людей пожилого возраста. Что говорит о том, что, как, ну, вообще заведено, и говорят, так у нас, да, что путешествуют по Европе пенсионеры. Но это реально так и есть. Вот. Группа из людей, которым, скажем так, за 60 больше лет. И они путешествуют. Потому здесь многие делают какой-то бизнес свой, организовывают всякие разные туристические походы. И причем они, как бы, путешествуют только группами. Только, чтобы все было организовано. Ну, в общем, по-европейски. Тут мы, в общем, приехали уже. И, конечно, здесь такая вот сразу красота встречает. Купили наши билетики. Подъем и спуск вам обойдется 22 евро будет стоить. И здесь, в принципе, автобус вас привозит уже непосредственно к тикету этому офису. Вы покупаете билетики. И здесь 200 метров. И уже находится фуникулер, который, если я не ошибаюсь, раз в полчаса можно... В течение полчаса можно подниматься наверх. Так что пойдемте. Здесь на гарде все вот в таких фиолетовых... В каких-то цветах, которые обвивают деревья. Вон они. Короче, магазин, чисто вина и оливковое масло. Круто. Ну, да. Оля и вина. Оливковое вино и масло. Ну, да, для туристов все классно. А что вообще везут с Италии? С Италии везут вино, оливковое масло. Что-то только не везут с Италии. Пасту. Плоть до сантехники. Сантехники, шмотки. Ну, да. Везут все подряд. Сейчас в очередь уже стоим. И тут вот такой замок. Такой красивый. А это вся очередь на посадку. А вот и наш вагончик приехал. Ну, что, Юль, как ощущения вообще рассказывать? Ну, страшно. Все страшно. И вот трусит. Это подвесная дорога. И вот так, когда он на каких-то перекатах, он вот так весь вагончик. Ну, если что, тут, чтобы добраться, туда нужно два фуникулера брать с пересадкой. Ну, да, да. Мы сейчас пересаживаемся. Один, да, и второй. Отсюда можно просто вообще пешком дойти. Янь, какая высота. Вообще просто нереально. Да, да? Да. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 клевое самое одно из самых красивых мест где мы были не то чтобы везде но побольше чем многие итальянцы собственно ну да мы ездим итальянцы жопа ленивые никуда не хотят хотят вечерком плюхнуться в барчик и бухать аперитивчик никуда особо не хотят если куда-то ездят то ездят куда-то за границу для них уже типа италии нечего смотреть хотя я уверен что они вообще мало че смотрели типа в италии всегда успеешь посмотреть куда-нибудь там я не знаю из ближайших зарубежья и итальянцы у меня с работы я говорила вообще что я сюда поеду они здесь никогда не были вообще для чего сюда приезжают туристы итальянцы мы зачем приехали просто погулять подышать свежим воздухом никаких развлечений особо вы здесь не найдете кроме тех же пара планеристов которые летают и еще хайкинг люди занимаются тоже очень часто с палками вот ну в принципе да только две этих вещи а все остальные чем они занимаются они загорают они просто гуляют дышит воздухом отдыхают кто-то наполня даже приезжают не на целый день мы сейчас поднимаемся уже саши вот саша мы сейчас поднимаемся назад на фуникулер наш вот что я могу сказать что подъем конечно будет потяжелее спуска ну в принципе вообще эта дорога по которой мы пошли на 10 километров спуска но потом также 10 километров и подъема будет вот потому да плюс мы еще конечно до конца с ним не выздоровели повалели вот назад фуникулер нам и практически дошли я надеюсь он работает еще там что-то крутится вроде работает вроде бы да до 6 не работает пресса спускаться пешком а а а Продолжение следует...